Вон там какой-то интересный арт-объект. Да, вот сейчас мы к нему и подойдем, и подойдем к средней террасе. На этом месте скоро появится Ерикпарк. Столь необычное название новая зона отдыха получила благодаря небольшой протоке, соединяющей два водоема. Работы по возведению парка идут по графику. На территории уже уложено плиточное покрытие, обустроены тротуары и велодорожки. Остались последние штрихи – освещение, посев газонов и монтаж системы автополива. Ходом строительных работ глава Самары Елена Лапшкина осталась довольна. Я видела проект, мы этот проект обсуждали, мы это видели на картинках. Но когда эти картинки воплощаются в жизнь, это смотрится совершенно по-другому. Это будет действительно очень излюбленная территория, не только для жителей Волгоря. Сюда люди будут приезжать в гости, чтобы отдохнуть на озере, чтобы посмотреть на эту красоту в кругу семьи. В парке почти готовы прогулочные зоны. Ее обустроили в границах улицы Ефрема Медведева и бульвара Засамарская Слобода. По периметру зоны отдыха расположили многочисленные террасы с видом на водоем. Они как раз достраиваются, а также качели, лавочки, гамаки, урны и павильон с шахматными столами. Готовый проект парка вынесли на суд жители еще в конце июля. А уже к концу октября сквер практически готов. Объект получился довольно-таки такой, ну, колоритный, так скажем. То есть все удобство для жителей близлежащих домов. То есть есть где погулять, есть где просто время провести, то есть покататься на велосипедах, на ролик. Я думаю, жители будут очень довольны этим парком. Придать парку лоска и красок помогут новые деревья и газоны. В границах прогулочных зон высажены клёны и яблони. В настоящее время рабочие устанавливают бордюрный камень и прокладывают кабель для освещения. В мэрии Самары отмечают, аналогов сквера в России нет и призывают горожан бережно относиться к новой зоне отдыха. Мы вкладываем душу и сердце в эти территории. Мы изучаем потребности людей и делаем это очень тщательно и действительно с любовью. Надеемся, что эта территория будет долгое время приносить удовольствие. Работы по благоустройству территории Ерикпарка идут без выходных. Сдача готового объекта запланирована на ноябрь этого года. Ольга Павлова, Константин Головин. События.